Что будет с животными после смерти? Знаете, прежде чем ответить на этот вопрос, мне хочется поделиться своим удивлением. Почему нас так интересует, что будет с животными после смерти, но так не интересует, что будет с нами после смерти? С одной стороны, понятно, мы любим своих домашних питомцев, но с другой стороны, апостол Павел пишет, братья, страшно попасть в руки Бога Живаго. Вы представляете, ему было страшно, испытывал трепет. Да и царь Соломон говорил, начало премудрости, страх Господень. Такое впечатление, что когда мы спрашиваем про животных, мы прямо уже о себе не беспокоимся, как будто мы там, даже если представим, что животные там будут в Царстве Небесном, наши домашние питомцы, что мы там тоже с ними будем. Возможно, единственный, кто спасется из нашего дома, это будет наша кошечка. Но давайте посмотрим, как пишет нас апостол Павел. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне, и не только она, но и мы и сами, имея начаток духа. И мы в себе стинаем, ожидая восстановления, искупления тела нашего». Это означает, что человек, как начальник мира, согрешил, и тварь, которая подчинялась человеку, она, соответственно, вслед за человеком также получила смерть. Человек, собственно, как Господь ему и говорил, за непослушание, за отвержение воли Божьей был наказан смертью, и также вся тварь из-за этого стинает и мучается из-за человека. Но здесь не говорится о том, что животные получают такой же дар образа Божия, который есть у человека, вечная душа. Поэтому большая часть святых отцов и богословов говорят, что наши домашние питомцы не имеют вечности, но есть, в том числе и святые люди, которые говорили, что, может быть, и будут. Мне кажется, справедливо было бы просто это ставить на, так скажем, такое выражение, как «тайна Божия». Ну, не все мы знаем, дорогие друзья. Одно только замечу, что когда наши питомцы болеют, то за них можно молиться. Конечно, мы в записчиках не пишем их прозвища, клички и так далее, но своими словами помолиться Господу Богу, чтобы наш кот Барсик или наш там пёсик Шарик, чтобы он не мучился, не страдал, чтобы Господь как-то облегчил его муки, конечно, можно. Но призываю вас всех, в первую очередь, думать о своей душе, о страшном суде. Думаю, что если мы будем жить в любви, если будем жить по заповедям Божьим, то милостивый Господь сделает так, как будет полезно нам, и то же самое, я думаю, он это сделает и по отношению к животным. Если есть возможность, чтобы они были в вечном блаженстве, они будут в вечном блаженстве. Если в этом никакого смысла нет, значит нет.